Сегодняшняя лекция посвящена кровотечениям во время беременности в родах в раннем послеродовом периоде геморрагическому шоку лакушерсти и ДНС-синдрома Кровотечения в первой половине беременности как правило связаны с абортами или выкидышами Аборты самопроизвольные подразделяются на угрожающий аборт, начавшийся, выкидыш в ходу, неполный выкидыш, полный выкидыш, несостоявшийся выкидыш Отдельной причиной кровотечения в первой половине беременности является эктопическая или внематочная беременность Которая локализуется вне полости матки Самопроизвольный выкидыш это любое прерывание беременности, которое заканчивается рождением незрелого и нежизнеспособного плода Выкидышем считается прерывание беременности до 22 недель, либо рождение плода весом менее 500 грамм Распространенность самопроизвольных выкидышей от 15 до 20% от общего числа беременности Около 60% ранних самопроизвольных выкидышей связаны с хромосомными аномалиями Начавшийся выкидыш характеризуется проявлением в первой половине беременности кровотечения из половых путей Кровянистые выделения могут быть в той или иной степени интенсивности от вхудных мажущих до достаточно обильных Сопровождаются кровотечения с хладкообразными болями внизу живота При этом все признаки беременности – тошнота, рвота, слабость, нагрубание молочных желез – сохраняются Женщина ощущает себя беременной Живот при пальпации безболезненный При осмотре шейки матки в зеркалах – кровотечение из канала шейки матки Мелкие части плода и околоплодной воды в шейке матки и в облагалище не определяются При бимануальном исследовании шейка матки закрыта Увеличена до долженствующего срока беременности Размягчена, иногда слегка болезненно Из лечебных мероприятий обязателен постельный режим, половой покой, прием седативных средств, обязательно назначение чистой гистогенов, утражестана или дуфастона Самопроизвольный выкидыш в ходу Характерна резкая складкообразная боль внизу живота, которая сопровождается интенсивным массивным кровотечением из половых путей При осмотре в зеркалах шейка матки сглажена Маточный зев открыт В цервикальном канале могут обнаружить плодный пузырь или мелкие части плода При бимануальном исследовании раскрытие внутреннего зева размеры матки гораздо меньше срока беременности Лечебные мероприятия инструментального удаления плодного яйца То есть выскабливание полости матки Неполный выкидыш Это состоявшееся изгнание плодного яйца из полости матки С задержкой в матке его частей Характеризуется кровотечением Схваткообразной болью внизу живота Сглаживанием шейки матки и раскрытием внутреннего зева Размеры матки не соответствуют сроку беременности Части плодного яйца могут определяться в влагалище или в цервикальном канале Необходимо инструментальное удаление остатков плодного яйца При необходимости возмещения ОЦК Антибактериальная терапия и применение утеротонических средств Выкидыш полный Полная экспульсия плодного яйца Плода из полости матки При влагалищном исследовании Матка хорошо сократилась Плотная Значительно меньше, чем должна быть по сроку беременности Шейка матки закрыта Как правило, лечебных мероприятий данная ситуация не требует Несостоявшийся выкидыш Остановка в развитии Отсутствие сердцебиения плода До 22 недель беременности При отсутствии экспульсии плодного яйца из полости матки Истинный несостоявшийся выкидыш Это состояние, когда погибшее плодное яйцо Находится в полости матки не менее двух недель Размеры матки при этом отстают от срока беременности Признаки и ощущения беременности исчезают Сердцебиение плода отсутствует Обычно сохраняется аминарея Реже наблюдаются ациклические кровотечения Или кровянистые выделения из половых путей При задержке мертвого плода в матке Свыше 4 недель может развиться ДВС-синдром Лечебные мероприятия Удаление плодного яйца Сразу же после постановки диагноза Путем вакуума спирации, кюритажа Полости матки Во втором триместре беременности Применяются Интраамниальное введение гипертонических растворов Подготовку шейки матки динопростоном Простагландин, содержащими гелями Антигистогенами С последующим родовозбуждением С целью прерывания беременности Как следствие обязательно Выскабливание полости матки После рождения плода Кровотечения во время беременности Поздних сроков Составляют от 3 до 8% По отношению к общему числу родов Акушерские кровотечения После 20 недель беременности Характеризуются внезапностью возникновения Массивностью Частым сочетанием с выраженным болевым синдромом Быстрым истощением компенсаторных механизмов Связанных с особенностями гемодинамики И геморегуляционных свойств крови беременна Быстрым развитием геморрагического шока И в случае неадекватной терапии Приводят к летальному исходу В структуре материнской смертности Акушерские кровотечения Находятся на первом месте И составляют до 40% Рассмотрим наиболее частые причины Кровотечения во второй половине беременности Предвижение плаценты Это расположение плаценты В нижнем сегменте матки В области внутреннего зева Или на 20 мм выше него Это данные по УЗИ При доношенной беременности Слева на иллюстрации Показано нормальное расположение плаценты Справа краевое ее предвижение По классификации Различают полное предвижение Или центральное предвижение плаценты Когда она полностью перекрывает внутренний зерк И низкая плацентация Когда плацента расположена На расстоянии от 2 до 5 см От области внутреннего зева Неполное Частичное предвижение плаценты Когда внутренний зев перекрыт частично Или плацента нижним краем Доходит до него Низкое расположение плаценты Когда расстояние от края плаценты До внутреннего зева Менее 20 мм Оценка УЗИ Свыше 16 недель гистации Причины Ипотогенез предвижения плаценты В первую очередь Это атрофические и дистрофические изменения эндометрия Которые могут быть следствием многократных родов Осложнений в послеродовом периоде Поэтому предвижение плаценты чаще встречается у повторно родящих И значительно реже у первого родящих Различные образования в миометрии Миоматозный узел Рубец на матке Предшествующие эндометриты Генитальный инфантилизм Застойное явление в малом тазу При заболеваниях сердца, печени и почек Неполноценность плодного яйца Снижение его протеолитических свойств Которые не позволяют своевременно и адекватно прикрепиться плодному яйцу к стенке матки Клиническая картина предлежания плаценты Складывается из внезапно возникающих Повторяющихся кровотечений из половых путей На фоне общего благополучия Без видимой причины Наиболее часто эти эпизоды кровотечений Встречаются во второй половине беременности Приблизительно 25-28 недель Характерная особенность этих кровотечений Их повторное возникновение При полном предлежании Кровотечения бывают обильные, профузные Зачастую заканчивающиеся Или гибелью плода Или в преждевременном роде разрешении При частичном Эти кровотечения менее обильны Что однако приводит К прогрессирующей аномизации При предлежании плаценты Часто наблюдаются нарушения Расположения плода Начавшееся кровотечение У многих женщин Провоцирует наступление Преждевременных родов В 18-20% случаев Отмечается Хроническая внутриутробная Гипоксия плода Вследствие плацентарной недостаточности Или частичной отслойки Низкорасположенной плаценты Течение родов Сопровождается кровотечением В первом периоде При полном Придлежании Кровотечение не прекращается Это угрожающее жизни Роженицы и плода Состояние Поэтому роды При центральном Полном предлежании Должны закончиться Только кесарским сечением При низкой плацентации Во время родов Кровотечение может быть остановлено Если сделать амниотомию Вследствие которой Головка прижимает Край плаценты К костям таза матери Чисто механическое Прижатие плаценты головкой плода Приводит к остановке кровотечения При диагностике Придлежания плаценты Большую роль играет данная анамнеза Особенно жалобы женщины На повторные Кровотечения Без болевого синдрома И безлидемые причины А также данные Объективного исследования Как правило Высоко расположена Предлежащая часть Неправильное положение плода При этом матка Вне тонуса Безболезненно Количество Околоплодных вод Достаточно Сердцебиение плода Как правило Не страдает При диагностике Предлежания плаценты Рекомендовано проводить Осмотр шейки матки в зеркалах Не рекомендовано Применять Рутинное Бимануальное Влагалищное исследование С целью Предотвращения Кровотечения Влагалищное исследование При необходимости Проводится только В условиях Развернутой Операционной И при нем Можно обнаружить Что через закрытый Церевикальный канал Пальпируется Губчатая ткань Или шероховатые Оболочки Низко расположенной Плаценты Следующим Методом Диагностики Предлежания Плаценты Является Ультразвуковое Исследование При проведении Первого и второго Пренатальных Скриннингов У женщин С рубцом И без рубца На матке И признаками Предлежания Плаценты Рекомендовано Определять Ультразвуковые Маркеры Предлежания Плаценты При выявлении Низкого Расположения Менее 20 Миллиметров От внутреннего Зева Либо Предлежания Плаценты При ультразвуковом Исследовании Во втором Тривестре Рекомендовано Обязательное Контрольное Трансвагинальное Ультразвуковое Исследование В 32 Недели Беременности Для диагностики Случа Сохраняющегося Низкого Расположения Либо Предлежания Плаценты Известен тот факт Что Плацента Способна Мигрировать То есть Передвигаться С течением Срока беременности Как правило Процессы Миграции Плаценты Заканчиваются В 29-30 Недель И то Расположение Плаценты Или Низкая Плацентация Или Предлежание Которое Впервые Было Обнаружено На скринингах В первом Или втором В 32 Недели Могут Исправиться И Плацента Займет Нормальное Место То есть Выше 5 Сантиметров Выше Внутреннего Зева Поэтому При третьем Обязательном Скрининге УЗИ В 32 34 Недели Кроме Тех Задач Которые Стоят Перед УЗИстами В антропометрии Плода Измерения Кровотоков Сосуда Обязательно Оценка Расположения Плаценты Особенно У тех У кого С ранних Сроков Имела Место Низкая Плацентация Или Предлежание Плаценты Дифференциальную Диагностику Предлежание Плаценты Обязательно Проводить С преждевременной Отслойкой Нормально Расположенной Плаценты Разрывом Краевого Синуса Плаценты Полипом Цервикального Канала Разрывом Шейки Матки Разрывом Варикозно Расширенной Вены Влагалища Разрывом Пуповинного Сосуда Артерии Вены При оболочечном Прикреплении Пуповины При отсутствии Жалоб Клинических Проявлений Обязательном Осведомлении О всех Возможных Осложнениях Женщина У всех Женщин С Прикреплении Плаценты При повторяющихся Эпизодах Кровянистых Выделений До 35 Недель Беременности Производится Это В связи С Высоким Риском Экстренного Родоразрешения Возможно Следующий Эпизод Кровянистых Выделений Послужит Телем Толчком Когда Женщину Необходимо Будет Родоразрешить Преждевременно Именно Для Этого Вовремя Нужно Провести Профилактику Респираторного Дистресс Синдрома Плода Если У женщин Имеется Эстмикоцервикальная Недостаточность И Придлежание Плаценты В таком Случае Не Рекомендовано Наложение Швов На шею Куматки Для Пролонгирования Беременности И уменьшения Риска Кровотечения При Выборе Метода Родоразрешения Мы должны Руководствоваться Следующими Правилами Роды Через Естественные Родовые Пути Возможны При Неполном Придлежании Плаценты И отсутствии Кровотечения При Отсутстве Других Осложнений Беременности У Молодой Женщины С Благоприятным Акушерским Анамнезом При Головном Придлежании И Удовлетворительном Состоянии Плода Показания Кесарево Сечению Полное Или Центральное Придвижание Плацента Нужно Иметь Ввиду Что Такое Кесарево Сечение Должно Иметь Плановый Характер Не Позднее 38 Недель Беременности Иначе Возникает Реальный Риск Профузного Кровотечения С началом Родовой Деятельности И Реальной Угрозы Гибели Плода И Женщины Поэтому При Полном Придлежании Плацента Кесаревское Сечение Должно Быть Плановым 38 Недель Истации Следующее Показание Сопутствующая Акушерская Патология Неправильные Положения Плода Тазовое Придлежание Узкий Таз Отягощенный Акушерский Анамнез Мертворождение Бесплодие Ленивынашивание Возраст Беременные И сопутствующая Соматическая Патология Следующая Причина Профузных Угрожающих Жизни Женщины Плода Кровотечений Одно Из критических Состояний Акушерстве Серьезные Чреваты Серьезными Осложнениями И материнскими Перинатальными Потерями Это Преждевременная Отслойка Нормально Расположенной Плаценты Преждевременная Отслойка Нормально Расположенной Плаценты это преждевременное до рождения ребенка отделение плаценты от стенки матки во время беременности или в первом и вторых периодах родов. Итеологии патогенез непосредственной причины преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты неизвестны. Предрасполагающими факторами патологии являются соматические заболевания женщины, гипертоническая болезнь, системные заболевания, заболевания почек, крови, аутоиммунные состояния, антифосфолипидный синдром, сахарный диабет. То есть в подавляющем большинстве это состояние связано с патологией эндотелия, патологией сосудистой стенки. Прикламсия, особенно тяжелую ее форму, а также экламсия. Генетическая предрасположенность к тромбозам, аномалии развития матки и ее опухоли, большое количество родов в анамнезе, многоплодие и многоводие, чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков. Предрасполагают к возможной отслойки плаценты, наружный акушерский поворот плода и амниоцинтез. В родах определенную роль преждевременной отслойки плаценты может сыграть быстрое излитие околоплодных вод при разрыве плодного пузыря или при его вскрытии. Напротив, запоздалый разрыв плодного пузыря при полном открытии шейки матки, многоводие, многоплодие, а также стимуляция родовой деятельности при целом плодном пузыре и чрезмерная гиперстимуляция родовой деятельности. Во время беременности определенную роль в патогенезе преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты отводится механической травме. В родах это гиперстимуляция родовой деятельности, рождение первого плода при многоплодии, короткая пуповина, наружно-внутреннем повороте второго плода при многоплодной беременности. Классификация преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. По площади отслойки различают частичную, непрогрессирующую и прогрессирующую отслойку, и полную. Частичная отслойка плаценты может быть краевой, когда отслаивается край плаценты, или центральной, когда отслаивается, соответственно, центральная часть. Все эти состояния приведены на схеме. При отслойке нормально расположенной плаценты различают отслойку с наружным или видимым кровотечением, отслойку с внутренним или скрытым кровотечением, кровь скапливается между плацентой и стенкой матки, образуя ретроплацентарную гематону. Отслойку с комбинированным или смешанным кровотечением присутствует как скрытое, так и видимое кровотечение. Клиническая картина преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты характеризуется в первую очередь выраженным болевым синдромом. Острая боль в проекции и локализации плаценты, которая затем распространяется на всю матку, поясницу, спину, становится диффузной. Боль наиболее выражена при центральной отслойке плаценты и может быть не выраженной при краевой. При отслойке плаценты расположенной по задней стенке матки боль может имитировать почечное поле. Женщины жалуются на боль по всему животу. Руками она может указать на подушкообразное выпячивание в области отслойки плаценты, которое вызывает особый болевой синдром, резкую болезненность. Место, где скапливается ретроплацентарная гематома. Второй патогномоничный признак преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты это гипертонус матки вплоть до тетонии, который не экупируется применением спазмолитиков и токолитиков. Матка не расслабляется деревянистой плотностью и резко болезненная при пальпации. Кровотечение из влагалища может варьировать в зависимости от степени тяжести отслойки, ее характера, краевая или центральная, и может быть от незначительного мажущих выделений до массивного правку. При формировании ретроплацентарной гематомы наружное кровотечение может отсутствовать, но его интенсивность от этого не снижается. Иногда при массивном формировании ретроплацентарной гематомы она сама по себе отслаивает все больше и большую часть плаценты от стенки матки, вызывая массивный выброс второго пластина, массивную кровопотерю с геморрагическим шоком и формированием ДВС-синдрома. Как правило, при массивной отслойке плаценты нарушается состояние плода. Его двигательной активности появляется тахия, затем брадикардия плода. При отслойке 1,3 плаценты возможно муторитрубная гибель плода. При соединении симптомов геморрагического шока и ДВС-синдрома особенно мы видим при тотальной, полной отслойке плаценты, особенно при центральной отслойке. Классическая клиническая картина наблюдается только у 25% беременных. У 1,3 отсутствует болевой синдром, как один из самых важных диагностических признаков данной патологии. Ведущими клиническими симптомами являются кровянистые выделения склонных путей и признаки дистресс-синдрома плода. Диагностика преждевременной отслойки плаценты основана на следующих клинических признаках. Кровянистые выделения из половых путей во время беременности или в водах, болевой синдром, гипертонус матки, отсутствие расслабления матки в паузах между схватками, признаки дистресса плода и прогрессирующее нарушение гемодинамики, снижение артериального давления и тахикардии. Окончательный диагноз устанавливают только после родоразрешения, когда на материнской поверхности плаценты определяют кратерообразное давление и сгусток крови. При диагностике преждевременной отслойки плаценты необходимо учитывать следующие критерии. Боли первоначально проецируются в области матки, а затем распространяются на живот, поясницу, спину. Гипертонус матки, который не снимается утротоническими средствами. Кровянистые выделения из половых путей различной интенсивности. Благоличное исследование и осмотр шейки в зеркалах необходимо проводить только в условиях развернутой операционной. В диагностике учитываются такие показания, как частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыханий, сознание, состояние кожных покровов женщины. Обязательно общий анализ крови, тромбоциты, группа крови, резус-фактор коагулограммы. Аускальтацию плода можно проводить стетоскопом, но лучше подключить женщину к аппарату кардиотокографии. Пальпация плода с целью оценки тонуса и болезненности матки, возможности определения расположения плода. Иногда пальпация затруднена из-за резко выраженного тонуса и болевого синдрома. И даже у худых женщин невозможно определить положение и предлежание плода. В помощь нам ультразвуковая диагностика, которая четко даст локализацию плаценты, участок ретроплацентарной гематомы, наличие жидкости в брюшной полости, состояние плода. ДИФ-диагностику преждевременной отслойки необходимо проводить с предлежанием плаценты, разрывом матки, синдромом нижней полой вены. Лечение преждевременной отслойки может быть как немедикаментозным, так и медикаментозным. Немедикаментозное лечение применительно к женщинам, у которых принята выжидательная тактика при отсутствии выраженного или продолжающегося наружного или внутреннего кровотечения, при отсутствии нарушения состояния беременной плода, анемии, недоношенной беременности, проводится лечение в стационарных условиях с целью пролонгированной беременности. Если выбрана выжидательная тактика, обязательно профилактика дистресс-синдрома плода в 24-34 недели беременности дексаметазоном или бетаметазоном. При выборе выжидательной тактики проводится терапия нефидипина нефидипином и атосибаном препаратом, блокирующим рецепторы окситоцин до 34 недель в качестве токолитической терапии. Следующий вид лечения, когда мы не можем выбрать выжидательную тактику, и нам нужно принимать решение по спасению матери и плода хирургическое лечения. Рекомендовано при родоразрешении обеспечить готовность персонала и оборудования для проведения процедуры реинфузии крови при возможности лецентской организации. На сегодняшний день реинфузия отводится большая роль не только из-за относительного недостатка донорской крови, но и с целью меньших рисков для женщины при переливании инфицированной крови возможно гепатитами, ВИЧ и прочими инфекциями. На сегодняшний день, если есть возможность провести реинфузию, нужно ее делать. Особенно это касается массивных травм, массивных акушерских кровотечений, которые предусматривают быстрое и качественное восстановление ОЦК. Хирургическое лечение рекомендовано родоразрешение путем операции кислевого сечения при наличии одного из факторов. Если преждевременная отслойка прогрессирует, если имеет место наружное или внутреннее кровотечение, нарушены параметры гемодинамики, выражен дистресс синдром плода, прогрессирует анемия и признаки коглопатии. В таком случае родоразрешение проводится независимо от срока беременности в интересах матери. Неоправданно запоздалое родоразрешение как правило приводит к внутриутробной гибели плода, развитию маточно-плацентарной поплексии, массивной кровопотери, шоку, ДВС-синдрому, как следствие потери репродуктивной функции у женщины в случае ее выживания. Необходимо стремиться, чтобы интервал между установлением диагноза преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и началом хирургического вмешательства был максимально коротким и не превышал 30 минут. Перед операцией рекомендована амниотомия при продольном положении плода и при наличии условий для ее выполнения с целью уменьшения кровотечения при прижатии плаценты предлежащей частью плода. Виды хирургического лечения при преждевременной отслойке плаценты Наиболее распространенный исход при тотальной центральной преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты это экстерпация матки при продолжающемся маточном кровотечении и при неэффективности проводимых мероприятий по сохранению матки и наличии маточно-плацентарной эпоплексии так называемой матки кубелера. На фотографиях слева показаны исходы родоразрешений при преждевременной отслойке плаценты. На обеих фотографиях приведены матки кубелера матки с мраморной поверхностью с различными кровоподтеками с различными участками гематом такие матки теряют способность к сокращению такие матки источник подачи тромбопластина из гематом в кровоток такие матки сохранить невозможно из-за того что они являются источником и ДВС-синдрома и источником продолжающегося кровотечения. Поэтому при диагностике матки кубелера показана экстерпация матки. если мы решили вести роды через естественные родовые пути и отслойка плаценты произошла во втором периоде рода рекомендовано следующее оперативное родоразрешение вакуум экстракция или наложение акушерских щипцов при головном предлежании плода. Если головка плода находится в полости малого таза если отслойка произошла во втором периоде рода и головка плода находится выше широкой части рекомендовано кесарево сечение. Если плод находится в тазовом предлежании и отслойка плаценты произошла во втором периоде рода рекомендовано родоразрешения путем операции кесарево сечения в экстренном порядке или экстракция плода за тазовый конец если ягодички находятся в полости малого таза при любом из указанных оперативных методов родоразрешения или при ведении родов через естественные родовые пути рекомендовано ручное отделение плаценты и выделение последа ручной контроль полости матки с целью исключения матки кувелера следующей причиной массивных акушерских кровопотерь является послеродовое кровотечение кровотечение свыше 500 миллилитров во время рода через естественные пути и больше 1000 миллилитров при операции кесарево сечения или любой клинический значимый объем кровопотери приводящий к гемодинамической нестабильности возникающий на протяжении 42 дней после рождения плода таким образом послеродовые кровотечения могут быть как ранние первые часы и сутки послеродов так и поздние на протяжении 42 дней после рождения плода фактором которые относятся фактором риска послеродовых кровотечений относятся как анты так и интранатальные причины нарушение сократительной способности матки вызываются от они матки перерастяжение матки миомой матки или другими доброкачественными заболеваниями выворотом матки при длительном введении окситоцина при большом паритете т.е. множество родов анамбезе порином неонитах в родах общая анестезия перерастяжению матку приводит многоплодие многоводие крупных плод выворот матки может быть вызван интенсивными тракциями за пуповину короткая пуповина прикрепление плаценты в дне матки нерационально неправильно проводимый активный третий период рода кровотечение вследствие травм родовых путей могут быть при разрыва в шейке матки влагалище при разрыве матки при оперативных влагалищных родах или стремительных родах задержка плацентарной ткани как причина кровотечения бывает при добавочной плаценте неполном удалении частей последов рода а также при врастании плаценты нарушение свертывания крови как причина послеродового кровотечения как правило встречается при прикламсе при врожденных дефектах гемостаза тяжелой инфекции и боли амниотической жидкостью нерациональном введении антикоагулянтов с терапевтической целью для легкости запоминания существует причинная классификация послеродовых кровотечений правило 4t тонус аномалии сократительной активности матки гипотония атония выворок матки ткань когда причиной кровотечения являются остатки плацентарной ткани оболочек изгустки крови травма при разрывах родовых путей гематомах широкой связки разрыве матки и тромбин если у женщины имеет место нарушение свертывания крови как же действовать доктору который ведет роды и увидел массивное послеродовое кровотечение самое главное правило самый главный фактор который позволит остановить кровотечение и оставить женщину в живых это мульти дисциплинарная бригада и ее слаженная работа только правильно организованная алгоритм действий помощи при кровотечении позволит быстро и адекватно среагировать на кровотечение в рюкзале из чего состоит это мульти дисциплинарная бригада и принципы ее работы к месту кровотечения я подчеркиваю не женщину а к женщине к месту кровотечения вызывается второй врач акушер гинеколог вторая акушерка анестезиолог анестезист врач трансфузиолог и врач лаборант диагностика кровотечения жалобы и анамнез физикальное обследование все делается быстро в течение нескольких минут осмотр родовых путей ручной контроль полости матки пульс давления аускультация пальпация живота и матки оценка объема кровопотери здесь же лабораторная диагностика и инструментальная диагностика оценка состояния полости матки и наличие свободной жидкости в брюшной полости с помощью УЗИ обязательно здесь же оценить шоковый индекс шоковый индекс ольговера это соотношение между частотой сердечных сокращений и систолического артериального давления является самым ранним маркером гемодинамических нарушений и лучше других параметров позволяет выделить женщин подверженных риску неблагоприятных исходов нормальные показатели шокового индекса составляют от 0,7 до 0,9 при массивном акушерском кровотечении шоковый индекс больше единицы этот показатель может быть использован для оценки кровопотери и для прогноза потребности трансфузии препаратов крови ниже в таблице приведены лабораторные параметры для экстренной коррекции те которые имеют место при острой кровопотере и критические изменения до которых доводить ситуацию нельзя оценка объема кровопотери имеет большую роль в правильной постановке диагноза правильной интерпретации полученных лабораторных данных и имеет большую роль в правильном адекватном количественном назначении препаратов для восполнения ОЦК всегда нужно помнить что оценка кровопотеря если вы ее делаете визуально обязательно должны добавить еще 30% к тому что вы видите глазами кроме того существуют гравиметрические методы различные мешки-коллекторы, цилиндры, взвешивания салфеток операционного белья в таблицах приведены оценки степени тяжести кровопотери в абсолютных цифрах и в зависимости от массы тела пациентки необходимо помнить что объем физиологической кровопотери в родах неизбежной кровопотери в родах не должен превышать 0,5% от массы тела родильницы визуальное определение кровопотери когда мы обязательно еще плюс 30% добавляем обратите внимание различные прокладки, салфетки которыми пользуются женщины и медработники в родах какова их наполняемость и какова их приблизительная визуальная оценка кровопотери обычная прокладка урологическая 30 мл полная 100 мл хирургическая салфетка 10х10 см 60 мл пеленка 250 мл пеленка 45х45 см 350 мл хирургическая простынь, которой накрыт стол 1,5 л обратите внимание, женщина лежащая на столе под ней не стекающая, но уже промокшая простынь это литр если стекает с простыней 2 л обычный почкообразный лоток неполный 500 мл повторяю, что к тому, что вы видите нужно добавить плюс 30% от предполагаемой кровопотери различные гравометрические методы несколько устарели не все взвешивают салфетки, пропитанные кровью практически никто сейчас не умножает не вычисляет эти математические формулы Нельсона и Барашкова но все это имеет право на жизнь и знать о методах визуальной оценки кровопотери необходимо каждому доктору лечение послеродовых кровотечений имеет три основных цели и направления 1. остановка кровотечения 2. восстановление гемодинамики 3. необходимая коррекция дефектов коагуляции если таковые наступили манипуляции первого этапа проводятся одновременно несколькими медработниками вызванных женщинам в родильную комнату ингаляционное введение кислорода 4. катетеризация не менее двух периферических вен катетерами диаметром больше 16 g 5. катетеризация мочевого пузыря с почасовой оценкой диуреза 6. мониторинг АД пульса дыхания сатурации обеспечение согревания пациентки и поддержание нормы термии все она должна лежать на согретых матрасах вводить только подогретые растворы до 35-40 градусов 5. внутривенно медленное введение троноксановой кислоты 5. старт 15 мг на килограмм 6. утротоническая терапия на схеме предложены препараты и схемы введения окситоцина и метиллогометрина и пути введения при кровотечении необходимо помнить что в норме послеродовая матка располагается на уровне пупка и должна быть плотной каменистой при пальпации с четкими контурами если мы видим что дно матки расположено выше пупка матка мягкая дряблая не сокращается не определяются четкие контуры мы должны приступить к утротонической терапии по ниже приведенным схемам манипуляция второго этапа при разрыве мягких родовых путей зашивание разрывов при разрыве матки лапаротомия и зашивание разрыва матки если это возможно если невозможно ушить разрыв матки удаление матки гистроктомия второй этап бимануальная компрессия обратите внимание это фотография слева когда рука акушера не в матке а в переднем своде влагалища правая рука в переднем своде влагалища левая прижимает матку к правой руке акушера матка находится между двух рук акушера при этом производится ее компрессия если указанные меры не привели к эффекту кровотечение не остановилось кровопотеря достигла 300 мм то под внутривенным наркозом проводят ручное обследование полости матки рисунок справа в данной ситуации рука акушера в полости матки акушер пытается первое убрать остатки плацентарной ткани сгустки крови оболочки второе оценивает целостность стенок матки и третье оценивает сократительную способность матки с осторожным и бережным последующим массажем матки на кулаке при выполнении этой манипуляции одномоментом ректально вводится 800 мг мезопростола и продолжается внутривенное введение окситоцин от 10 до 20 минут от начала кровотечения необходимо выполнить все манипуляции первого этапа провести управляемую баллонную тампонаду матки которая является вмешательством первой линии для большинства женщин у которых гипотония матки является единственной или главной причиной кровотечения имеется в виду что еще не развился ДВС-синдром и геморрагический шок при рефрактерных кровотечениях баллонная тампонада матки и компрессионные маточные швы могут быть использованы совместно так называемый метод маточного сэндвича действие тампонады основано на принципу непосредственного давления на спиральной артерии плацентарной площадки только при прямой компрессии сосудов и прекращении в них кровотока возникают условия для формирования тромбов и прекращения кровотечения на схемах показаны методы введения баллонов баллонной тампонады матки двухбаллонная маточная влагалищная система Жуковского дает дополнительные преимущества в виде компрессии сосудов нижнего сегмента матки при задержке плацентарной ткани в полости матки или нарушении процессов отделения плаценты выделения последов мы как правило не видим признаков выделения последов продолжается кровотечение при этом здесь единственная методика дача наркоза ручной контроль полости матки удаление остатков плацентарной ткани из густка при травме при разрывах шейки матки влагалище и промежности визуально разрывы видны при осмотре иногда женщина жалуется на распирающую боль или ощущение давления в промежности на прямую кишку при осмотре выявляется наличие болезненной гематомы в области промежности разрыв матки тяжелая патология которую можно заподозрить если в анамнезе были операции на матке если женщина рожала с рубцом на матке если был крупный плод матка может быть плотная без остатка плацентарной ткани но кровотечение профузное из родовых путей также может причиной кровотечения быть выворот матки который к сожалению сопровождается геморрагическим и болевым шоком выворот матки бывает при большом паритете то есть если женщина много рожавшая и стенка матки дряблая бывает при нерациональном подтягивании за пуповину при неотделившемся последе или при неправильном введении третьего периода рода в активном введении третьего периода мероприятия по вправлению матки должны производиться под глубоким наркозом на схеме показано как нужно пытаться вправить матку в несколько этапов после того как попытка завершается удачей и матка вправлена необходима длительная утеротоническая терапия с целью профилактики выворота антибактериальная терапия и возмещения ОЦК при неэффективности базовых методов остановки послеродового кровотечения следует заподозрить коглопатическую природу кровотечения удлинение времени свертывания крови полюает более 7 минут кровотечение из матки вытекающая кровь не сворачивается сгустки рыхлые если еще и в анамнезе был какой-то предрасполагающий фактор или массивная кровопотеря или отслойка плаценты то диагноз ДВС-синдрома становится очевидным В ситуации, когда объем кровопотери после родов через естественные родовые пути достиг 1000 мл и кровотечение продолжается имеется клиника шока то пациентка незамедлительно доставляется в операционную и все дальнейшие мероприятия проводятся в условиях операционных при массивной кровопотере превышающей 25-30% ОЦК хирургическое вмешательство должно быть выполнено не позднее 20 минут если кровотечение развивается во время кесарево сечения рекомендовано наложить компрессионные швы по билинч или другой модификации которой владеет врач компрессионные швы зачастую бывают эффективны и приводят к остановке кровотечения в дальнейшем эти женщины могут беременеть и рожать детей путем кесарского сечения если все предшествующие меры по остановке кровотечения неэффективны необходимо сделать следующие действия обеспечить анестезиологическое пособие операции повторно забрать анализы наладить интраоперационную реинфузию аутоэритроцитов приступить хирургическому гемостазу ре или лапаротомия с девоскуляризацией матки путем перевязки или временного клипирования магистральных сосудов матки или перевязки внутренних подвздошных артерий произвести эмболизацию материчных артерий гистеректомия то есть удаление матки неотложное оперативное вмешательство направленное на спасение жизни родильницы при неконтролируемом кровотечении когда мероприятия предыдущих этапов по остановке маточного кровотечения не имеет эффекта во время гистеректомии рекомендуется визуализация мочеточников профилактика их перевязки или перерезки и так гистеректомия это крик души когда доктор не может справиться с кровотечением и оставить женщине репродуктивный орган только когда все мероприятия неэффективны к сожалению если складывается так ситуация что борьба с гипотоническим кровотечением заканчивается экстерпацией или ампутацией матки неминуемо женщина чаще всего находится в состоянии геморрагического шока а в ниже следующей таблице приведена критерии величины кровопотери и тактика ведения в зависимости от тех или иных критерий допустимая кровопотеря 0,5% от массы тела патологическая при родах через естественные родовые пути более 500 при кесовском сечении более 1000 критическая более 30 процентов УЦК более 150 миллилитров в минуту потеря более 50 процентов УЦК за 3 часа в абсолютных цифрах более 1,5-2 литра что же такое шок это систолическое артериальное давление меньше 90 или среднее артериальное давление менее 60 или уменьшение артериального давления более чем на 40 миллиметров тупного столба от исходного классифицируют геморрагический шок в зависимости от кровопотери и гемодинамических показателей на 4 степени в таблице приведены данные критерии геморрагического шока той или иной степени из расчета веса женщины 70 кг при диагностике массивного акушерского кровотечения может способствовать мнемоническое правило 30 которое основано на ниже приведенных критериях если объем кровопотери 30% шок средней степени тяжести терапевт цем меморрагическом литерам меньше приемлеменов меморрагет умерли с ней скидки снижение акушерное давление меморрагет снижение дырöhным При положительной оценке мнемонического правила 30 можно начать интенсивную терапию согласно правилу 4. 4 лечебные дозы Р-массы плюс тронексамовая кислота, 4 лечебные дозы свежезамороженной плазмы плюс 10 лечебных доз креопрецепитата плюс рекомбинатный фактор 7А при неэффективности других методов терапии. Правила 30 и правила 4 по необходимости нужно запомнить, потому что эти правила работают не только в акушерстве, но и при массивных кровопотерях в другой локализации. Для проведения инфузионной терапии необходимо обеспечить Адекватный внутривенный доступ к двумя периферическими катетерами 16 или 18. Стандарты мониторинга к сатурации, КГ, частоты дыханий, сердечных сокращений, артериального давления. Придать горизонтальное положение с поднятым ножным концом операционного стола или кровати. Катетеризировать мочевой пузырь, согреть пациентку, начать инфузию кристаллоидов с максимальной скоростью 30-40 мл на килограмм под контролем состояния дыхания и артериального давления. Ввести титроаноксамовую кислоту 1 грамм внутривенно. Быстрая диагностика массивной кровопотери и кагулопатии. Прикроватный тест тромбоэластография. До остановки кровотечения необходимо, чтобы допустимая артериальная гипотония была не более 90-100 мм. Приступить к быстрой остановке кровотечения хирургическим путем. Предотвратить гипотермию, ацидоз и гипокальциемию. Кислородотерапию начать сразу при поступлении в операционную, через назальной конюли, либо лицевую маску. При снижении сатурации кислорода ниже 96 или наличии признаков дыхательной недостаточности. Начать инфузионную терапию плазмозаменителями. Дальнейшая инфузия плазмозаменителей в прежнем темпе, при отсутствии компонентов крови, должна проводиться только при мониторинге параметров гемодинамики. Поскольку может привести к дилюционной кагулопатии и перегрузке жидкости. Для регуляции гемодинамики в этих условиях допустимо использовать васопрессоры. Избегать гиперволюмии кристаллоидами или калоидами до уровня превышающего интерстициальное пространство. В устойчивом состоянии и за его пределами оптимальной сердечной преднагрузки. Образно говоря, не допустить отека легких. То, что называют неперелитий пациент. При массивной кровопотере, как можно раньше, следует применить протокол массивной трансфузии. Эритроциты, плазма, кромбоциты, крепрецепитат в соотношении 1 к 1 к 1 к 1 к 1. Соотношение лечебных доз эритроцитов и свежезамороженной плазмы также может варьировать от 1,5 к 1 или 2 к 1. Важным условием является подогревание раствора в среднем до 37 градусов, что позволяет предупредить развитие гипокоагуляции, гипотермии и уменьшить объем кровопотери. Инфузионно-трансфузионная терапия начинается незамедлительно. В качестве стартового раствора переливается до 2 литров подогретых сбалансированных кристаллоидов. Объем коллоидных растворов, который может быть введен до начала гемотрансфузии, после введения кристаллоидов или параллельно с ними, составляет в среднем около 1,5 литра. То есть начинать массивную инфузионную терапию нужно не с эритроцитарной массы, а с кристаллоидов и коллоидов в соотношении 2 к 1, 2 к 1,5 литра. При расчете объема инфузионно-трансфузионной терапии следует помнить о необходимости переливания свежезамороженной плазмы в объеме 15-20 мл на килограмм, приблизительно 800 литр, литр 200 сразу же в весте свежезамороженной плазмы. Введение донорских эритроцитов проводится после массивной инфузионной терапии, но не позднее, чем через 40 минут при наличии показаний и после проведения проб на совместимости. Коррекция артериальной гипотонии и шока начинается с инфузии плазмозаменителей. Восстановление ОЦК и поддержание адекватного сердечного выброса обеспечивается в первую очередь кристаллоидами, а при неэффективности синтетическими гидроксиэтилированными крахмалами или желатином или альбумином. При массивной кровопотере и геморрагическом шоке инфузионная терапия в объеме 30-40 мл на килограмм должна проводиться с максимальной скоростью, а при декомпенсированном шоке необходимо подключить вазопрессоры. При отсутствии эффекта стабилизации гемодинамики Систолическое давление более 90 мл, среднеартериальное давление более 65 мл. Отведение 30 мл на килограмм плазмозаменителей в течение часа Начать введение вазопрессоров и инотропных препаратов Вазопрессоры должны быть применены немедленно При декомпенсированном геморрагическом шоке И необходимости экстренной операции в условиях общей анестезии и ЭВЛ Средства для купирования коагуляционных нарушений Включают в себя ингибиторы фибринолиза Препараты протромбинного комплекса Активированный седьмой рекомендантный фактор Крепрецепитат и свежезамороженную плазму ДВС-синдром Приобретенное расстройство гемостаза При котором одновременно или последовательно Наблюдается массивное микротромбообразование Избыточное потребление факторов свертывания Активация фибринолиза и кровоточивости Клинически может сопровождаться Как кровотечением, так и тромбозами В зоне микроциркуляции С формированием полиорганной недостаточности Акушерская патология Зачастую является непосредственной Возможной причиной ДВС-синдрома К такой патологии относится Преждевременная отслойка плаценты Массивное гипотоническое кровотечение Нахождение мертвого плода в рудах Матки Септические состояния беременной Мы рассматриваем ДВС-синдром В контексте гипотонических кровотечений Массивных акушерских кровотечений С выходом в геморрагический шок И ДВС-синдром Основными показаниями для трансфузии компонентов крови Является Массивная кровопотеря Продолжающееся кровотечение И изменение лабораторных показателей Ниже в таблице указана Указана шкала с показателями крови и коагулограммы Которые соответствуют той или иной степени кровопотери Стадии ДВС-синдрома Первая стадия Гиперкоагуляции тромбообразования Которая клинически практически незаметна Мы не видим эту стадию А когда уже разворачивается картина ДВС-синдрома Это уже вторая стадия Нарастающая коагулопатия С усилением фибринолитической активности Третья Самая сложная Самая ответственная фаза Дефибринационно-фибринолитическая стадия Характеризуется глубокой гиперкоагуляцией Вплоть до полной несвертываемости крови И выраженной тромбоцитопении Это та стадия Когда мы видим профузное кровотечение Из мест укола Из эндотрахиальной трубки Из носа Из желудка Из матки Из культе удаленных органов И если этот период женщина пережила Следующий не менее ответственный этап Восстановительная стадия Или стадия остаточных тромбозов и блокад Которая характеризуется Восстановлением фибриногена И других факторов свертывания крови Тактика лечения Кагулопатии ДВС-синдрома Таблицы приведены Изменения показателей крови И коагулограммы Их значения В организме человека Какими методами Коррегировать недостаток Этих показателей И целевые значения Которые мы должны стремиться В коррекции Кагулопатии Ушивание разрыва Внутриматочная Баллонная тампонада Климирование маточных артерий Мягкими зажимами Или перевязка Внутренней подвздошной артерии Если кровотечение продолжается Мы подразумеваем Развитие Кагулопатии Следующий этап Диагностический По определению основных показателей Свертывности крови Кагулограммы С началом А вернее продолжением Терапии Свежезамороженной плазмы Креопрецепитатом Тромбомассы Коллоидов И кристаллоидов Если мы не видим Эффекта От терапии И кровотечение Продолжается Решается вопрос О лапаротомии И удалении матки При кровотечении При кровопотере Превышающей 1500 мл Или продолжающемся Кровотечении Более 1000 мл У женщины Находящемся В геморрагическом шоке Обязательно Должна быть проведена Лапаротомия Введение Простагландина Хуиометрии Ишемизация матки Путем наложения Легатур Или зажимов Гемостатическая Компрессионные швы Перевязка Внутренних Воздушных артерий Или эмболизация При возможности При продолжающемся Кровотечении И неэффективности Выполненных приемов Ставится вопрос Об ампутации Или экстерпации Матки Все эти мероприятия Проводятся Под Массивной Инфузионно-трансфузионной Терапией Включающей в себя Свежезамороженную плазму Р-массу Трумбомассу Факторы и концентраты Факторов свертывания крови Этим алгоритмам следует действовать четко Пошагово Только Правильная Своевременная Постановка диагноза Правильные Своевременные Мероприятия Постановки кровотечений Дадут шанс Женщине Остаться с маткой А если уж Складывается так Что развивается Геморрагический Шок и ДВС-синдром Лишиться Дитородного органа Но остаться в живых Если нет Правильной Организации И вот такого Пошагового Действия По алгоритмам К сожалению Массивная Акушерская Кровопотеря Быстро Приводит К летальному Следующая Тяжелая Ситуация Которая Можется Учиться Женщина В родах Это Эмболия Калоплодными Водами Также Относится К одному Из критических Состояний В акушерстве У беременных Ружениц И родильниц Связаны С попаданием Амниотической Жидкости И ее компонентов В легочной Кровоток Матери С развитием Острой Гипотензии Или внезапной Остановки Сердца Острой Дыхательной Недостаточностью И как правило Присоединением К акулоплодии Некоторыми Авторами Эмболия Калоплодными Водами Рассматривается Как анофилоксия На биологически Активные Вещества Пути попадания Калоплодных Вод В легочной Кровоток Матери Через Нежворсенчатое Пространство При Акслойке Плаценты Или Ее Низком Расположении При Внутриматочном Давлении Превышающем Давление Венозной Системе Матери Через Дефекты Плаценты Трансплацентарный Путь Через Сосуды Шейки Матки При Ее Разрывах Во Время Операции Кесарево Сечения Если Разрез Приходится На Плацентарную Зону Во Время Операции Амниоцинтеза В состав Околоплодной Жидкости Входят Мокопротеиды Липиды Белок Гормоны Амниоцинтезия Позднее возникают Неврологические Нарушения С обязательным Практически Всегда Присоединением ДВС-синдрома И кровотечением Схематично Указана Итеология Патогенез Эмболия Колоплодными Водами Кто же Находится В зоне Риска Эмболия Колоплодными Водами Это пациент Старше 35 лет Многоплодная Беременность Оперативные Роды Инструментальное Родоразрешение Предлежание Или отслойка Плаценты Экломсия Острая Гипоксия Плода Многоводие Один из Ведущих Факторов Разрыв Матки Родовых Путей Клиническим Проявлениям Которые Используют Как критерии Диагностики В случаях Эмболия Колоплодными Водами Если у женщины В родах Или у беременной Женщины Возникла Острая Гипотензия Внезапная Остановка Сердца Острая Гипоксия Диспноя Цианоз Остановка Дыхания А также Необъяснимый ДВС-синдром Кагулопатия Патологический Фибринолиз В тяжелом Кровотечении Любая Из трех Главных Фаз Гипоксия Гипотония Кагулопатия Могут Либо Доминировать Либо Полностью Отсутствовать В таблице Приведены Наиболее Частые Признаки Симптомы Эмболия Колоплодными Водами Практически От 80 До 100 Процентов Занимают В клинике Эмболия Колоплодными Водами Такие проявления Как Кагулопатия Цианоз Остановка Сердечной Дыхательной Деятельности Отек Легких Острая гипоксия Плода Плода Острая Гипотензия У женщин Все остальные Признаки Такие Как Дискное Судороги Геотония Кашель Головная Боли Боли Блюдной Клетки Менее 50 До 2 По данным Ученых Всего мира ДВС Является Общей Чертой Эмболия Колоплодных Водов Неизбежно Как Закончится Случай Самой Эмболии Меркоголопатическое Кровотечение Разовьется От 83 До 100 Процентов Пациентов С какими же Состояниями Требуется Дивдиагностика Эмболия Колоплодными Водами С Акушерскими Причинами Такими Как Экломсия Разрыв матки Отслойка Плаценты Острое Кровотечение И Неакушерские Эмболия Жировая Воздушная Инфаркт Кардиомиопатия Анофилактический Шок Сепсис Высокая Спинальная Анестезия Реакция На Трансфузию Аспирация В настоящее Время Нет никаких Доказанных Папаратурных Тестов Которые Подтверждают Диагноз Эмболия Колоплодными Водами Прижизненно И в экстренном Порядке К сожалению Это диагноз Посмертный При исследовании Сосудов Плаценты На наличие Микония Которые Можно проводить Практически Сразу После Дебюта Эмболия Колоплодными Водами Или На секции У женщин Доказанное Наличие Элементов Колоплодных Вод В легочной Ткани Каковы Методы Клинической Диагностики Это Через Пищеводная Эхокардиография И измерение Давления В полостях Сердца При Выраженной Легочной Гипертензии Отклонениями Желудочковой Перегородки И Острой Правожелудочковой Недостаточности Имеющиеся данные Свидетельствуют О том Что Гемодинамический Ответ На Эмболию Околоплодными Водами Изначально Представлен Повышением Легочного Сосудистого Сопротивления И Правожелудочковой Недостаточности С последующей Дисфункцией Левого Желудочка В клинической Картине Данной Патологии То есть Сначала Легочная Гипертензия А затем Острая Левожелудочковая Недостаточность С отеком Легки Специфическая Электрокардиографическая Картина Признаки Перегрузки Правых Отделов Отклонение Электрическое СИВ Право Увеличение Размеров Зубца П Во втором Третьем И АВХ Отведения Депрессия Сегмента СТ И инверсия Зубца Т Право Грудных Отведения Увеличенное Правое Предсердие Желудочек Картина Интерстициального Сливного Отека Что проявляется В виде Бабочки С уплотнением При корневой Зоне И просветлением Рисунка По периферии При компьютерной Томографии Дефект Наполнения Внутри Легочного Ствола Правой И левой Легочных Артерий Левых Верхней И нижней Легочных Артерий И правой Нижней Легочной Артерии В системе Гемостаза Изменения Характерны Для второй Фазы ДВС Резко Выраженная Гипофибриногеномия И тромбоцитопеней Удлинение ЧТВ Удлинение Времени Свертывания Цельной Крови Наблюдается Резкое Падение Содержания Активности Антитромбина 3 Плазминогена Уровень Продуктов Деградации Фибринолиза Превышает 300 мкг На миллилитр При норме 2 мкг КЩС Характеризуется Снижением Значений Парциального Давления Кислорода И СО2 С развитием Респираторного Метаболического Ацидоза В биохимических Показателях Возможно Увеличение Уровня Кардиоспецифических Ферментов Лечение Связано Сосрочными Реанимационными Мероприятиями Фактически Это Реанимация При остановке Сердца На коме Кардиопульмонального Шока Немедленные Реанимационные Мероприятия Предотвратить Синдром Ортоковальной Компрессии Поворот Стола На 30 градусов При непрямом Массаже Сердца Руки Располагать На 5-6 Сантиметров Выше Чем Обычно Установить Контроль За проходимостью Дыхательных Путей И начать Оксигенацию Как можно Быстрее После начала Компрессии Не откладывать Начало Дефибрилляции Помнить В реанимации Нуждаются 2 пациента И мать И плод Срок Беременности Имеет Большое Значение До 20 Недель Аортоковальная Компрессия Несущественна Экстренное Родоразрешение Возможно Не улучшить Усходы Больше 20-24 Недель Аортоковальная Компрессия Является Лимитирующим Фактором Венозного Возврата Может Вообще Не быть Поэтому Фактор Времени Крайне Важен При Эффективности Проводимой В полном Объеме Сердечно-лягочной Реанимации В течение 3-4 минут Нужно Принять Решение Об экстренном Кесарском Сечении Показано Что Наибольший Процент Положительных Исходов Наблюдается Природоразрешение В течение Первых 5 минут После Остановки Сердца Продолжать Сердечно-лягочную Реанимацию И введение Препаратов До того Как До Во время И после Извлечения Плода Применять Болюсное Введение Инфузионных Растворов И при Необходимости Симпатомиметиков И враза Активных Препаратов Для контроля Гемодинамики Ниже Приведена Схема Введения Этих Препаратов Обязателен Контроль За клиническими И лабораторно-инструментальными Показаниями К интубации Проведению ИВЛ Итак Показания К интубации Проведению ИВЛ Остановка Сердца Апноя Или брадипноя Гипоксическое Гнетение Сознания Избыточная Работа Дыхания Истощение Или усталость Неадекватная Докаль Прогрессирующий Цианоз И влажность Схожных Покров Прогрессирующая Тахикардия Гипоксического Генеза Прогрессирующий Отек Легких Прогрессирующая Гипоксимия Рефрактерная Кислородотерапия Сатурация Кислорода Менее 60 Показания Показаниями Коникотомии Является Невозможность Вентиляции Маска Невозможность Интубации При отеке Обструкции На уровне Верхних Дыхательных Путей И данный Метод Экстренной Помощи Обеспечивает Оксигенацию Временно Гипокоагуляционное Кровотечение ДВС-синдром Основная Задача Остановка Кровотечения Все действия Изложены Выше Обоснованием Для применения Высоких Доз Глюкокортикостероидов Является Прерывание Анофилаксии И профилактика Разбития Анофилактического Шока На попадание Амниотической Жидкости Мекония В кровоток При первом Подозрении На имболив Околоплодными Водами Необходимо Ввести Гидрокортизон 500 мг Внутривенно Затем Каждые 6 часов До 2 г В сутки Или Приднизолон В дозе 360-420 мг Через 10-15 минут 280-360 мг Внутривенно Из расчета Суммарной дозы 700-800 мг В сутки Последующие 2 суток Назначают По 30 мг Приднизолона 4 раза И по 30 мг 2 раза Во второй день По мере Изучения Дальнейших Исследований Болей Околоплодными Водами Было Выявлено Что в настоящее Время Симптомы Не всегда Угрожают Жизни Пациента И могут Быть Представлены Продромальными Симптомами Около 30% Случа Укорочением Дыхания До 20% И Острая гипоксия Плода Однако По мере Прогрессирования Состояния Или с увеличением Тяжести Течения Эмболии Проявляются Другие Нарушения Типичные Для этого Заболевания Геморрагические Явления Матери Гипотензия Диспноя Тяжелая Каглопотия И острый Диспресс Плода Неонатальный Исход Зависит От множества Факторов Но в основном Связан с Состоянием Матери Наиболее Частое Осложнение Эмболия Околоплодными Водами Дородов Это Острая Гипоксия И Эмболия Околоплодными Водами У матери Может быть Очень Негативной Для плода Среди Возможных Осложнений Это Гибель Плода Раненая Натальная Смерть Гипоксическая Ишемическая Энцефалопатия Судороги Частота Смертельного Исхода Составляет 40% А неврологической Заболеваемости Около 50% Возможно Улучшительный Натальный Исход Поможет Комплекс Таких Мер Как Адекватные Реанимационные Мероприятия Матери Быстрое Восстановление Сердечного Выброса И вследствие Этого Стабилизация Маточно-тоцентарного Кровотока Все эти Усилия Будут Успешными Если Персонал Который Работает В роддоме Будет Четко Обучен Алгоритмам Действия При той Или иной Акушерской Ситуации Только Командный И грамотный Подход А также Знание Основных Принципов Восполнение ОЦК Инфузионно-трансфузионной Терапии И Легочно-сердечной Реанимации Даст положительный Исход И позволит Выжить И матери И в воду С наименьшими Потерями В дальнейшем Существовании И в дальнейшем И в здоровье